Скажите, пожалуйста, как объяснить жениху всю важность для меня в первотанце? Он считает, что это неважно и не нужно. Конечно, танцует он не очень, но я считаю, что можно что-то придумать. Ульяна, ну, смотрите, если прям вот он категорически нет, конечно, ругаться, спорить и объяснять ему там с пеной у рта, что ты обязан, ты что, это же свадьба, нам обязательно нужно с тобой потанцевать и выучить 15 па. Наверное, не стоит этого делать. Если он категорически против, узнайте, почему он категорически против. Возможно, он переживает, что, не знаю, у него что-то не получится. Возможно, он переживает, что кто-то будет смеяться, может быть, его друзья там как-то не очень хорошо относятся к парням, которые танцуют, ну, всякое может быть. Узнайте причину для начала, почему он не хочет. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Корнева и видно Если причина какая-то, ну, там, из разряда «вот не хочу» и всё, ну, слушайте, ну, предложите ему тогда сделать просто обычный танец без постановки, просто потанцуйте вдвоём. Если причина какая-то более серьёзная, ну, опять же, поговорите, выясните, возможно, вам получится переубедить и... Ну, в общем, возможно, вам получится прийти к какому-то консенсусу, но обо всём нужно разговаривать, но без нервов и без вот этих вот там «А я сказала, а я... это один раз и на всю жизнь, поэтому мне нужно, чтобы это был танец спа, и ты должен меня подхватить в определённый момент». Поэтому поговорите, чтобы комфортно было всем, чтобы для него это была не каторга, свадьба, а чтобы всё-таки для него это тоже был приятный момент. Корнева Ирина!